Беловевская. Старый вальсок. Рассказ. Студентка четвертого курса мединститута Клава Назарова сидела на скамейке в парке. Скоро должны были начаться танцы. Из серого репродуктора на деревянном столбе вылетел на кухлиный воробей, заиграл старый вальсок. Рядом сел лейтенант. Звезды на его пуговицах сияли на солнце. — Не жарко в сапогах? — спросила Клава. — Уже привык. Улыбнулся военный. — Квас вы хотите? — Ну, лимонад, если можно. Лейтенант принес шипучую воду с двойным сиропом. На газировку налетели осы, и лейтенант отгонял их фражкой и говорил, говорил. — Я здесь в командировке. Должен был сослуживец Славка. Представляете, в мае ангину подхватил. Знаете, я в первый класс два года ходил. Ни сапог, ни валенок не было. Только до ноября доучился. А в третьем классе стул учительницы мелом раскрасил. Клава запуталась в рассказах военного, но с ним было весело. Лейтенанта звали Петр. Через три дня он уезжал в Омск. Незаметно они дошли до Турчернета. В бараке недалеко от завода РТИ жила Клава с мамой. Пошел дождь, пара укрылась под яблами, ветер срывал лепестки, и они растекались по траве белыми ручейками. Через день они расписались. Петр подарил мне лести букетик незабудок. Голубые цветочки в плавенных руках пахли весной и счастьем. Мама и соседка Евгения Матвеевна всю ночь лепили пельмени, строгали салаты. Клава собирала вещи. Ты уверена, Клавочка? Спросила мама. Мама, ну ты что? Я без него не могу. Отмечали свадьбу и проводы Клавы в гарнизонную жизнь. От соседей принесли столы, гостям места не хватило, на табуретки положили доски. Пили за здоровье молодых, кричали горько. Мама бегала на кухню плакать. Ну, с торжества осталось несколько желто-серых фотографий. В Омске родился Андрюша, в Иркутске Полина. Клавдия работала медсестрой, потом фельдшером. Менялись местные службы, но каждую весну на Клавином окне стояли медзабудки. Капитана Петра Самсонова откомендировали на учебу в Ленинград. Клава протянула список. Поле, зимнее пальто, Андрею ботинки. Берина вырос 38-го размера. Три банки, шпрот и маслины. Маслины? Ну, в журнале здоровье про них читала. Андрей, Андрея положили в больницу с Атитом. Требовала срочная операция, ну, мальчик терял слух. Клавдия попросила командира части сообщить мужу. Петр вернулся через месяц. Он вытаскивал подарки, рассказывал, как искал маслины и не успел к разводу мостов. А в очереди в Эрмитаж познакомился с африканскими студентами. Представляешь, они знают Катюшу. Мы с ними потом, мы тоже не скучали. Операция у Андрюши прошла успешно. — Операция? — Тебе лучше без нас, — сказала Клава. — Я ничего не знала, — говорил Петр. Клавдия не верила мужу. Зачем они поженились в мае? Не стоило бросать институт. И песня, под которой они познакомились, называлась не «Старый вальсок», а «Вальс расставания». Она забрала детей и уехала в Свердловск. Петр Александрович служил под Москвой. Андрей окончил УПИ. Полина выучилась в Москве, она переводчика любилась. На свадьбу дочери Клавдия Сергеевна не поехала. С Андреем она послала открытку и золотую брошь бабочку. Родилась Лизочка. Клавдия Сергеевна с розовым костюмчиком прилетела в Москву. Полковник в отставке Петра Самсонов отправился в Свердловск. Навестит сына. Лето Клавдия Сергеевна проводила с внучкой. Петр Александрович уезжал в санаторий или в Свердловск. «От Полины пришла телеграмма. Болин отец, приезжай. Завтра возьму отпуск за свой счет», — решил Андрей. «Еду я», — сказала Клавдия Сергеевна. Утром она была в Москве. Увидев жену, Петр Александрович попытался встать. Клавдия Сергеевна взяла ему под руку. Они сели у окна, сели яблони. Пошел сильный дождь. По улице бежала парочка. Молодой человек скинул куртку и как зонт поднес на голову девушке. Влюбленные спрятались под яблони. Ветер взрывал лепестки. И они растекались по траве белыми ручейками. Клавдия Сергеевна положила голову на плечо мужа. «Мы еще станцуем в нашем парке». Потом она говорила в ручке. «Лучший человека я не встречала». Клавдия Сергеевна осталась в Москве. И каждую неделю она ходила к Петру. 23 мая 2020 года.